Чтобы развивать производство в регионе, нужно обратиться в территорию бизнеса, офис которой объединил все региональные институты поддержки малого и среднего предпринимательства. Там всегда знают, как помочь и субсидиями, и советом в этом убедились депутаты ЗАГС Собрания на выездном заседании. Яна Тормина продолжит. Что такое территория бизнеса и чем она может помочь, Дмитрий Ларин знает отлично. Именно здесь ему помогли оформить займ. Компания, где Дмитрий работает директором по развитию, занимается производством сидений для автобусов и таких машин, как Урал и КамАЗ. А год назад фирма получила заказ на сидушки для снегоходов. Пришлось модернизировать оборудование и искать дополнительные средства. Мы взяли кредит на более приемлемых условиях 3 миллиона на год, что тоже позволило сделать новую оснастку под это. То есть нам был от заказчика запрос на замену комплектующих, которые они покупают в Китае. Причем процент по госкредиту всего 5-7 процентов. В 2, а то и в 3 раза меньше, чем в банках, да и сроки возврата щадящие. Если раньше рассчитываться нужно было за год, то теперь предпринимателям-промышленникам, например, займы предлагают на срок до 5 лет. Работу территории бизнеса контролируют депутаты Законодательного собрания. Результаты обычно оценивают по цифрам на бумагах. Сегодня, как организован процесс в офисе, который объединил все региональные институты и структуры поддержки предпринимательства, решили увидеть воочию. И провели здесь выездное заседание комитета по промышленной политике и транспорту. У нас здесь находятся все сотрудники, оказывающие поддержку бизнесу. Только за прошлый год здесь проконсультировали больше 5000 человек, а финансовую поддержку оказали на полтора миллиарда рублей. Территория бизнеса – это именно такой на сегодняшний день широкий набор инструментов самых разных, именно поддержки бизнеса, поддержки промышленности Челябинской области. А депутаты рассказывают, скоро жизнь бизнесу облегчит еще один закон – об инвестиционном налоговом вычете. Он уменьшит налог на приобретение, реконструкцию и модернизацию их оборудования. Принять закон хотят к апрелю. Яна Турмин, Александр Клыков, ОТВ